Рахмон раскритиковал культ своей личности. Российские власти потратят 6 миллиардов рублей на распространение русской культуры в Таджикистане. В российских тюрьмах находятся более 20 тысяч выходцев из Центральной Азии. Наличие пропаганды и создание культа личности президента признал недавно президент Таджикистана Мамали Рахмон. Сказал Рахмон на встрече с журналистами на церемонии открытия новой студии телевидения и радио СОГДА. В свою очередь Илхом Джамульон, глава Сагдийского областного отделения Союза журналистов Таджикистана, участвовавший на встрече с Рахмоном, признал, что многим местным журналистам не хватает смелости говорить и писать о насущных проблемах региона и критиковать действия местных властей. Нуриддин Каршибоев, председатель Национальной Ассоциации Независимых СМИ Таджикистана, считает, что заявление президента Рахмона пахнет популизмом. Пресс-секретарь президента Абдуфат Тох Шарифзада попытался объяснить причину создания культа личности. Это потому, что люди любят Рахмона всем сердцем, заявил он. Отметим, на сегодняшний день о Рахмоне, чиновниках и прочих правительственных деятелях в Таджикистане написано 2256 стихотворений. В беседе с корреспондентом Хабархо Дамуло Шакирхон из Душанбе прокомментировал ситуацию и попытался разъяснить происходящее. Культ личности Рахмона пропагандируется даже в мечетях. Мамхатыбы и простой народ вынуждены делать вид, что они поддерживают политику властей. В противном же случае их могут обвинить в том, что они являются хуини-милат, враг народа. Однако, ни для кого не секрет, что ни один местный житель, в том числе и ученики и студенты образовательных учреждений, по собственному желанию не будут выражать лояльность режиму, кроме как по чьему-то приказу. «Да, есть те, кто поддерживает Рахмона, но это не люди из народа, а отдельные чиновники, их дети и приближенные к режиму предприниматели, которые пользуются поддержкой Рахмона и его близких. А те, которые восхваляют Рахмона, этим самым показывают свою преданность режиму с целью заполучить награду или высокий пост во властных структурах», заявил Шокер Хон. «В ближайшие несколько лет Россия выделит 6 миллиардов рублей на строительство пяти российских школ в Таджикистане. Об этом заявил 25 октября первый зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. На круглом столе «Состояние и перспективы социального и гуманитарного сотрудничества России и Таджикистана. Наука, образование, культура, здравоохранение». Мероприятие проходит в рамках 6-го межпарламентского форума «Россия-Таджикистан. Потенциал межрегионального сотрудничества, который проходит в Москве». Школы будут построены для продвижения русского языка и культуры в Таджикистане. Примечательно, что количество русских, проживающих в Таджикистане, ничтожно мало, что указывает на то, что русские школы целенаправленно строятся для мусульманского населения региона с целью его русификации и интеграции в русскую культуру. «Русская по национальности?» «Ксюша, ты русская?» «Ксюша, ты русская?» «Не знаю, у меня мама таджишка, а у папы русский». «Первый пошел!» По информации УФСИН России, в российской пенитенциарной системе по состоянию на 1 июля 2018 года отбывают наказание 27 780 иностранцев. Большинство из них граждане Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Киргизии, сообщает телеканал 360TV.ru. Корреспондент Хабархо пообщался с близкими и родственниками лишенных свободы в России, выходцев из Таджикистана и Узбекистана. И в ходе беседы с несколькими десятками семей выяснилось, что значительная часть азиатов, находящихся в местах лишения свободы, заключены по сфабрикованным уголовным делам антитеррористического законодательства. Должна иметь упреждающий характер и направлена на устранение причин и условий. Напомним, что ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил трудовых мигрантов из Центральной Азии в распространении терроризма в Сибири. Тогда он заявил о высокой вероятности проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций, назвав одной из причин роста так называемой террористической угрозы увеличение интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии.